Я рада приветствовать всех телезрителей телеканала Самара ГИС. Вы смотрите универсальный формат. Как всегда в 13.05 мы собираемся здесь в этой студии, чтобы обсудить интересные какие-то моменты, вопросы, ну и конечно же познакомить вас с интересными людьми. Мы работаем в прямом эфире, напоминаем, 202 на 11.22, телефон, по которому вы сможете с нами связаться, задать свои вопросы интересующие, передать привет и поздравить кого-то. Все это возможно, ведь работаем мы специально для этого в прямом эфире, чтобы вы, дорогие телезрители, с нами как-то пообщались, приняли участие в нашем эфире. Что ж, сегодня будем обсуждать такие интересные техники, как скорочтение и развитие памяти. Действительно, как же научиться скорочтению и как же развить свою память, вот сегодня как раз ответ дадут нам наши сегодняшние гости. Я вам представляю, к нам заглянули представители школы скорочтения и развития памяти Васильевой Лидии Львовны, ну и, собственно говоря, руководитель этой школы Елена Юрьевна Самарская. Здравствуйте. Добрый день. Рядышком со мной, нет, давайте сначала начну, наверное, с Ирины Александровны Яковлевой, которая тренер под активным технологиям этой школы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и рядышком расположилась ученица школы скорочтения и развития памяти Мария Котякова, правильно? Да. Здравствуйте. Ну и Елена Мурнина, правильно? Да, здравствуйте. Ученица школы скорочтения. Здравствуйте. Я думаю, сегодня нам расскажете, чем уже научились, как вам нравится, не нравится занятие. Ну и вообще, я думаю, эфир пройдет интересно, потому что такое понятие, как скорочтение, оно на слуху у всех. Ну как же научиться и где же научиться, навряд ли кто-то еще, может быть, и знают. Что ж, ну вначале мой первый вопрос, наверное, будет именно о школе. Что за школа? Расскажите, пожалуйста, такую историческую справку, кто основатель? Я думаю, к Елене Юрьевне это вопрос. Школа скорочтения, развития памяти и управления информацией Василия Валидия Львовна была организована изначально в Екатеринбурге, еще в 91-м году. На сегодняшний день школа имеет больше 90 филиалов не только у нас в России, но и за рубежом. Программа уникальная, очень интересная. Методики, которые предлагаются Лидии Львовны, ну и сама Василиева Львовна, человек уникальный и необычный, заряжающий своей энергией. Она является не просто основателем, она придумала, организовала, напечатала и приготовила всю программу так, как она есть. Программа рассчитана для детей от 5 лет и для взрослых. Программа очень необычная. Изначально, когда я только познакомилась с Лидией Львовной, на тот момент я жила в Тюмени и просто проходила обучение как ученица. Это был первый филиал в Тюмени, который открывался на тот момент у Лидии Львовны по городам. Я проходила сначала обучение просто как ученицы. Мне было очень интересно. Шесть месяцев пролетели как одно мгновение, и я поняла, что да, мне это интересно, и я бы хотела этим заниматься. То есть заразились сами какой-то эмоции, энергией, я так понимаю, основателей этой. Да, на тот момент я как раз была еще студенткой Тюмянского государственного университета, филологического факультета. И, конечно же, я спросила, а возможно ли у вас работать? На что мне сказали, да, мы ищем специалиста, и я поехала учиться к Лидии Львовне, обучилась у Лидии Львовны, проработала в Тюмени 5 лет, а потом по стечению обстоятельств переехала в город Самара. Хорошо. Что такие стечения обстоятельств получились, и что в Самаре открылась школа скорочтения и развития памяти. Как давно, кстати, в Самаре она существует, и сколько филиалов по Самарской области у нас? В Самаре школа существует с 2010 года. У нас пока только один филиал, находится он по адресу. Вот мы как раз видим на видео. Георгия Димитрова 89, да, это как раз наша информационная доска. Значит, у нас обучаются, как я уже говорила, детки от 5 лет и взрослые. На сегодняшний момент наша школа имеет трех преподавателей. Я, соответственно, Арина Александровна и Гришунина Дарья Павловна. Все мы прошли обучение непосредственно у Лидии Львовны, у основателя этой программы. Нам очень нравится наша работа, потому что она очень необычная и дарит очень много каких-то положительных эмоций. Вот мы видим деток у нас на занятии. Это как раз мини-группа детки, которые занимаются детям. Дети идут у нас в первый класс. Но уже учатся, я так понимаю. Они уже учатся. У нас достаточно интересная программа. Сейчас мы с вами посмотрим, как детки будут заниматься. Первое упражнение. Немножко детки нас стеснялись в этот день и выполняли различные упражнения. Значит, я расскажу, давайте пока в целом. Да, давайте пока расскажем вообще, в чем же интересность этой методики. В чем же какие у вас методики целого программа. Значит, интересность, уникальность этой методики заключается в том, что разработана четкая поурочная программа всех занятий по возрастам, что очень важно. Обязательно идет у нас процесс обучения от простого к сложному, причем в любом возрасте. Это очень важно и для взрослых, и для детей, потому что очень часто взрослые, которые приходят, они спрашивают, а я это точно смогу? И мы с уверенностью говорим, что да, вы это точно сможете, потому что мы всегда начинаем от самого простого и идем к самому сложному всегда вперед и всегда с мильными шагами. И последний момент, когда мы заканчиваем обучение, взрослые смотрят на нас и дети и удивляются, как это так, мы наконец-то научились и достигли таких хороших и больших результатов. Значит, ну вот... Это удивительно, слушайте, на самом деле, наверное, когда взрослый, потому что ребенок, он, наверное, даже не понимает вообще, насколько уникальный его талант, насколько уникальны его знания и познания. А вот взрослый, он может оценить, насколько же прогрессивно идет какое-то развитие, опять же, в скорочтении, в памяти. Ну, как раз чуть попозже мы убедимся у самих учениц, спросим, расспросим их немножечко. Ну, а пока давайте поговорим о педагогах. Вы немножечко вскользко сказали о педагогах. Насколько квалифицированные педагоги, насколько любящие свое дело, работают и трудятся у вас? Изначально педагогов, когда мы принимали на работу, основное условие, чтобы педагог был обязательно с филологическим образованием. Это связано с тем, что человек и педагог должен знать, любить и понимать, чувствовать язык. Потому что скорочтение непосредственно связано именно с работой над языком, над программой, над чтением, над умением эти слова правильно сформулировать, правильно взять. Умение почувствовать — это как раз вербальный интеллект, работа вербального интеллекта. И преподаватели, которых искала я на работу, как-то у меня так сложилось, что девочки приходили ко мне, будучи студентками. Мне всегда это было интересно. Мне кажется, что когда человек молодой, еще как-то, может быть, не опробовал себя во всем, тогда проще... Гибкий он такой. Очень. Как правило, очень-очень гибкий. И, конечно же, проще работать и девочкам... Воспитать специалиста, который тебе нужен. И преподавателям проще. Во-первых, когда с маленьким ребенком работает молодой преподаватель, преподаватель всегда красивый, всегда интересный, всегда молодой. У детей горят глаза. И, соответственно, и у взрослых горят глаза, конечно же, при виде молодых, очень красивых, интересных преподавателей, которые очень много читают и очень много знают. Это очень такие важные критерии подбора. Не просто, чтобы преподаватель не умел, не знал, как сказать, а чтобы был очень интересный сам по себе человек. Это очень важно. Давайте спросим у Арины Александровны, собственно говоря, как вы попали в школу, чем занимаетесь, на чем специализируетесь? Я в школу попала в 2011 году, когда еще обучалась, как Елена Юрьевна уже сказала. Я была на четвертом курсе, если не ошибаюсь. На данный момент я специализируюсь на дошкольной, школьной программе, подростковой программе, также на программе для деток, для взрослых на английском языке. Также в школе в нашей эта программа присутствует. В школе я, когда начала как ученик приходить в школу, мне что понравилось, что меня заинтересовало, что показалось особенным новым. То, что программа сочетает в себе вроде бы новаторство, легкость, игривость вне классной деятельности, а с другой стороны, там есть фундаментальность, там есть четко прописанная программа, что ей нужно, когда дать, сколько дать. То есть четкое планирование, то, что мне понравилось, в то же время и отступление, которое я себе могу позволить на занятия. Это мне было интересно, мне показалось так же интересным, что когда я работаю с ребенком, я могу ему помочь не только подготовиться к школьным предметам, не только помочь быстро, правильно снять информацию, рассказать по первому предъявлению всю эту информацию. Но я также могу ему помочь развить воображение, логику, память. То есть по жизни я также могу этого человека направить своим личным вкладом. И данные результаты, когда к детке к нам приходят, особенно хорошо видны, особенно меня радует, когда ты работаешь с детками с задержками, то есть с особенностями психического развития, это задержки речевого развития, либо общие задержки. И всегда ты чувствуешь разницу, когда ребенок начинает, когда он иногда бывает даже не говорит, и когда он заканчивает курс, совершенно спокойно идет в школу. У нас, кстати, есть видео занятие, да, как раз? Да, сейчас. Расскажите, что за занятие мы видим? Сейчас, вы видите, работает Дарья Паловна с учеником, с Софьей. Она делает первое задание на мелкую моторику и на логику. Это задание на пространственное воображение. Танграм называется. Нужно собрать фигурку, раздробленную по частям, обратно. В это время трогает ребенок мелко... трогает разные материалы. Это может быть древесина, это может быть металл. Также для мелкой моторики очень хорошо. Сколько Софье лет? Софье 5 лет, если не ошибаюсь. Это ученик Дарья Паловна, я могу ошибиться в данном случае. Сейчас, вы видите, она проделывает задание на наглядную образную память. Образ. Ребенок должен увидеть на картинке образ, снять данный образ, помогая для этого задания развивать зрительную память, наглядно-образную память. Расскажите поподробнее о программах. Какие программы лично вы можете предложить? Одну секундочку. Я сейчас, насколько знаю, что в ролике Дарья Паловна работает еще с другими заданиями. То есть это еще не все задания, которые... Ага, то есть еще нужно принесет. Сейчас я хотела бы прокомментировать. Чтобы наши телезрители смогли понять, насколько обширные задания, насколько интересные, потому что, мне кажется, детей надо еще, наверное, заинтересовать. Конечно. Потому что... Не только чтобы они понимали, в чем же польза, но это было для них интересно в форме игры, как оно происходило. Обычно, когда к нам приходят на занятия, и родители, которым посоветовали наш курс, они говорят, ну мы же знаем, что вы работаете в игровой форме. Хотя, на самом деле, не все задания подаются в игровой форме, но, видимо, настолько важно сделать переход от строгого к чему-то игривому, что человек и ученик не замечают, ребенок не замечает этого. Ну и родители, когда ему рассказывают, ученики после курса, что они делали, не замечают эту разницу между игривостью и специальным спланированным занятием. Это важно. Сейчас вам представляется следующий сюжет. Здесь ученик с преподавателем запоминает игрушки. Задание у нас на объем памяти. Здесь развивается зрительное восприятие, здесь развивается также моторика, так как ребенок трогает все игрушки на ощупь, запоминает логика. Здесь развивается ребенок, делит все игрушки на пары. Вы видите, насколько я тоже здесь замечаю, что она разделила на пары все игрушечки. И будет их убирать, складывать, Дарья Паловна, и ребенок должен будет вспомнить игрушки, все, которые она убрала, по памяти их потом воспроизвести. Начинается, как Елена Юрьевна сказала, у нас курс всегда с простого. Мы идем с минимального количества игрушек. Это могут быть необязательные игрушки, это могут быть задания, на которые нарисованы картиночки на листке. Нужно запомнить от 5, 10, 15 игрушек. И количество далее возрастает. Сколько может удержать ученик, сколько он в силах. Это 15, 20, 30, 40, 50, но обычно 50, и более это, конечно, взрослые удерживают. Слушайте, ну это очень сложно. Я сейчас пытаюсь сопоставить какие-то свои умения, навыки с тем, что делает сейчас ученик на видео. Ну, это действительно сложно, мне кажется. Даже для меня, вот такому неподготовленному человеку. На самом деле, вы сейчас попадаете как раз в такую петлю мифа. На самом деле, это очень легко. Это интересно. Вы не будете замечать, как вы будете увеличивать свой объем памяти, той информации, которую вы можете удерживать. Потому что задание у вас получается и сейчас переключает себя не запомнить, а удержать. И во время того, как вы будете работать, вы будете общаться с педагогом, вы не будете сконцентрированы на этом, вы не будете зацикливаться на том, что так, мне сейчас нужно запомнить 50 игрушек. Вы будете делать свое дело. Четко, по плану, по алгоритму. И вы не будете задумываться о том, что мне нужно делать в следующем. Как раз это большой плюс данной программы. Это алгоритмы. Четкое снятие последовательности. Что, зачем нужно сделать. Слушайте, очень интересно, хорошо. То есть, получается, мы, не задумываясь, выполняем те задания, которые помогают, опять же, нам. Возвращаются. Конечно, конечно. И вся программа четко прописана. Каждое упражнение имеет свое место. От того, куда ставится упражнение, педагог целенаправленно его ставит либо в начале задания, занятия, либо в серединке, либо в конце. Каждое упражнение имеет свой смысл, свою цель. Как часто нужно приходить на занятия, как часто нужно посещать, чтобы достичь определенных результатов? Расскажите, пожалуйста. Хватает ли там, не знаю, одного занятия в месяц? Курс имеет определенную длительность. Это зависит от того, какой возраст у ученика и количество занятий. Здесь тоже рассчитывается в зависимости от курса. Минимальные это 6-12 месяцев, сколько вы должны посетить. Тоже нужно созваниваться, узнавать, какая конкретная программа, какой курс, какую длительность выдерживает. И минимальное количество это два раза. Меньше советуем не посещать, потому что результат либо очень долго идет, либо мы, к сожалению, являемся заложниками того, что редкое посещение, это как спорт, вы не придете, ни в какую-то форму не наберете. Относительно моих, моей программы, которую я веду, я с детками работаю, так же, как и Дарья Павловна. У нас был сюжет, где мы видели Дарью Павловну. Со мной так же я знаю, насколько снимался сюжет, где я могу рассказать о своей работе. С детками от 5 лет я начинаю работать. Да, давайте посмотрим. Вот как раз мы видим. Это с детками. Я здесь сижу, уже работаю с учениками, которые относятся к младшей школьной группе. Здесь идет у нас задание, занятие, которое, в принципе, мы также включаем для деток и с 5 лет. Это мелкая моторика. Такое задание обычно дается на внеклассной деятельности. Сложить колодец. Достаточно простое задание. В начале курса, в начале занятия, оно выставляется для того, чтобы сконцентрировался ребенок. То есть задание на концентрацию, на мелкую моторику. Кроме этого, у нас детки, кто приходит к школе готовиться, мы гарантируем полную подготовку к школе. Это задание на чтение. Обязательно мы всех учеников учим читать, писать, считать, считать в уме, считать до 10, как требует школьная программа на момент поступления, либо больше 10. Если ученик готов, если готов его мозг, это 20, 30, 40, 50, до 50, чётные-нечётные цифры и так далее. Детки у меня сейчас выкладывают. Так. Я им активно помогаю. Как вы видите, сейчас форма занятий – это группа. Групповое занятие – это 6 человек максимальное. Да, но небольшая группа. Нет, небольшие группы. Каждому можно уделить внимание. Каждому я и уделяю внимание, подхожу, помогаю, если на то есть необходимость. Потому что, если я вижу, что ученик, в принципе, пробует и готов сам работать, я корректирую только словесно его работу. Если же вижу, что ученик останавливается, не может, смотрит, ищет помощь или подглядывает, я подхожу и корректирую работу уже непосредственно рядышком с ним. Так. Что ещё у нас на занятии, насколько я помню, следующее задание было, это как раз вы сейчас видите, математическое задание, направлено оно уже не только на мелкую моторику, но и на арифметико-практическое мышление, то есть математическое задание. Нам нужно с ребятами в данном задании переложить одну палочку так, чтобы пример стал решаться правильно, чтобы они смогли решить этот пример. Каких можно вообще результатов достигнуть после прохождения курса? Ну, обычно к нам приходит, когда, я об этом тоже буду чуть ещё позже рассказывать, уточнять, детки, у кого очень низкая техника, например, школьники, низкая техника чтения, они не успевают обрабатывать всю информацию, которая даётся им во время занятия, они не успевают обрабатывать, и очень долго сидят после занятия, то есть домашние задания очень долго проделывают. Обычно проблемы такие. Либо же отсутствие концентрации, то есть ребёнок не может буквально высидеть занятия, не может сесть, сконцентрироваться. Такие задания в блоке тоже существуют, когда мы рассказываем, учим постепенно ребёнка, начиная с минуты, далее две минутки, три, четыре, пять, десять минут сконцентрировано работать над одним заданием. Как вы видите, в блоке, не знаю, сейчас видно ли хорошо, часики на моём столе рабочем, есть песочные часики, каждое задание даётся, практически каждое даётся, по часам, то есть это минутка, две, три минуты, пять, минут десять. Ребёнок должен уложиться в это время, если это задание сконцентрировано, с большим количеством каких-либо установок, что нужно сделать, либо если ребёнок делает что-то очень медленно, что-то неусидчивое, гиперактивное, он должен высидеть это время, эту минутку, там, две минутки, три минутки проделать, успокоиться, понять, опять же. Это всё нарабатывается, к сожалению, это не бывает так, что я пришёл, и всё, я научился. Постепенно увеличиваем количество времени, которое отводится на задание, если нужно развить концентрацию, усидчивость. Ну, знаете, мы поняли, да, действительно, очень активные, интересные занятия проходят с детьми, но и со взрослыми, собственно говоря, занимаются, и вот представительница, скажем так, взрослого поколения, ученица, Мария, нам расскажет вообще, что дало занятие, чему благодарны. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Ну, вообще, в школе, в школе скорочтения прошли занятия, пролетели, практически занятия. Почти приняла участие вся моя семья. Моя младшая сестра, она прошла подготовку к школе. Сколько сестре лет? Шесть. Шесть лет к школе подготовилась, замечательно, другая сестра отзанималась по школьной программе. По школьной программе. Вундеркин программа называется. Я помогу, потому что не все знают название, я поэтому помогу. Не все вспомнишь, если вся семья прошла, то, наверное, за каждого родственника не в ответе, не может так вспомнить. Хорошо. И я прошла с папой программу скорочтения развития памяти. На момент начала занятия у меня были проблемы с устными предметами, я не могла запомнить текст, либо уловить главную мысль. А на данный момент я заканчиваю 11 класс. Я от этих занятий развила, развила, память, логику, внимание, воображение. Это все мне помогает подготовиться к экзаменам. Также я читаю больше и трачу на этом меньше времени и все улавливаю, все запоминаю. Слушайте, ну хорошо, мне кажется, особенно для подготовки. То есть не только дети, которые подготавливаются к походу в школу, да, к первому классу, но и опять же ученики, которые заканчивают школу, а память, наверное, у людей, которые готовятся к экзаменам, действительно что-то такое улетучивается. А вот вы смогли сконцентрироваться, это помогает вам лишь только, я так понимаю, правильно? Для папы какие результаты? Хвалится? Ну, доволен? Да, доволен, ему очень понравились занятия, очень интересно проходили занятия. Что ж, А могу ли я еще встать реплику? Потому что Мария забыла сказать, что у нас также проходила еще одна из сутра ее программа, подростковую программу. Она, может быть, забыла, заволновалась, потому что у нас с Софьей, значит, проходила программу для дошкольников, Надежда проходила подростковую программу, и как раз Мария с папой проходила программу для взрослых. Вот подростковую программу можно я тоже немножко расскажу? Ну, да, так как веду программу я, я хочу рассказать, что она в себя включает подростковую программу, помимо того, тех блоков, которые для дошкольников, школьников, мы видим подростковую программу, это детки с 11 до 15 лет, они включают, данная программа включает в себя еще и очень много заданий на работу с текстом, мы учим деток работать по алгоритмам, чтение, рассказываем, на что нужно свое внимание обращать во время работы, что выделять, как нужно пересказывать, и, то есть, при первом же, при первой же просьбе, чтобы ребенок мог ответить на вопросы, либо мог пересказать текст, это подростковая программа, которая вот как раз проходила Надежда, и также еще по программам я хотела бы рассказать, что у взрослых отличие небольшое вот от подростковой, от школьной программы, это уже начинается скорочтение непосредственно, то есть, не увеличение техники чтения, а скорочтение. Раньше, ранее нельзя давать данное задание, данное, так как затрагиваются физиологические-то глазки, и идет разведение осей зрения, поэтому ранее данное задание давать нельзя, скорочтение начинается только с 15 и более лет. Я хотела бы еще также сказать, деток, вы меня спросили про детей с задержками, данные детки, мы обычно, как встречаемся с ними до школы, обычно приходят родители, так как они видят большую разницу своих деток, например, подготовка их детей не совпадает с подготовкой деток, которые читают, например, пишут, и естественно, потому что детки с задержками им сложнее научиться, у них уходит больше времени, возможно, даже какие-то методики нужны им особенные, потому что, бывает, детки приходят, у них нарушено дыхание, то есть нужно проделывать с ними обязательно гимнастику дыхательную, иногда бывает, что не развита мелкая моторика, то есть пальчики нужно натренировать, возможно, задания пальчиковой гимнастики, это разные текстуры, которые они трогают, переставляют, работают с которыми, это мы обязательно в курсе, также у нас есть, мы с этим работаем, и кроме подготовки, то есть мы работаем, это идет не коррекционная, не медикаментозная работа, которая почему-то все время уделяется очень мало значения, хотя на самом деле бывает, опять-таки, я повторюсь, детки, в моем личном опыте были такие детки, когда они приходили не говорящими практически, не читающими, не пишущими, это было 6-7 лет, и нужно было этих деток как-то готовить к школе, как-то социализировать данных деток, также по программе английского языка, что тоже интересно, чем она мне очень нравится, как я преподаватель английского языка, изначально я филолог, и пришла уже как скорочтение, это мое, получается, второе образование дополнительное, мне нравится этот курс тем, что сочетается и подростковая, и дошкольная, школьная программы полностью на английском языке, ученик, который приходит, говорит, я не умею говорить, помогите, научите мне, научите меня разговаривать, он, естественно, переживает из-за того, что нужно что-то сказать, а во время курса, когда ты делаешь упражнения на всевозможные, на развитие памяти, внимания, логики, мышления, вербального интеллекта, это получается не цель, язык, нужно сказать, выполнить свое задание, нужно проговорить, что я закончил, нужно сказать, что я не понимаю, объясните мне, повторите, математики, я не понимаю, какой здесь должен быть ответ, то есть язык становится не цель, он становится средством, собственно говоря, объяснение своих мыслей, и поэтому мы снимаем, конечно, мы снимаем этот стресс с ученика, также в блоке присутствует много разных немотехник, как можно запоминать, много слов очень, обычно проблема, я не могу удержать слова, даже если я понимаю грамматические, самые простые правила, мне трудно удержать слова, есть очень много немотехник, и каждая немотехника, она отличается, будет отличаться для ученика, у которого хорошо развито визуальное восприятие, то есть для визуала, для киноэстетика, для аудиала, поэтому нужно смотреть конкретный список заданий, конкретный список упражнений, что этот человек может, что ему дается лучше, он находит на курсе у нас, и в дальнейшем, опираясь на эту технику, уже пользуется помимо даже школы, когда курс окончен. Слушайте, ну, чтобы понять, насколько вообще помогают занятия, я думаю, мы спросили уже одну из учениц, у нас есть еще Елена, но прежде давайте послушаем интервью, где, собственно говоря, тоже ученики, родители рассказывают свое мнение. Смотрим и возвращаемся в студию. В прошлом году я привела своего старшего сына в школу скорочтения. Мы занимались целый год и добились больших результатов в чтении. Также мы увеличили скорость запоминания материала, и в этом году я решила привезти сюда второго своего сына на подготовку к школе, где он научился читать, писать, считает отлично. Мне кажется, что это замечательная школа, особенно преподаватели, которые относятся к детям, как к своим родным. Большое спасибо Елене Юрьевне за такое душевное отношение к моим детям. И она, как мама, переживает за каждого ребенка, который приходит в стены ее школы. Желаю ей огромного успеха, процветания ее в школе, чтобы было больше детей, которые хотят заниматься. Я мама восьмилетней дочки. Когда Маше было пять лет, мы первый раз пришли в школу скорочтения. Прозанимавшись год, Маша научилась читать и пересказывать. Развели логическую, зрительную и нагляднообразную память, пространственное мышление. Сейчас Маша ученица второго класса, гимнадия, и объем информации увеличился. Поэтому в этом году мы решили продолжить обучение и перешли на следующую ступень. В этом году я и сама заинтересовалась курсами для взрослых и с удовольствием посещаю занятия два раза в неделю. Чтобы обработать большой поток информации, просто необходимо огромное количество времени, которого катастрофически не хватает. Поэтому приходится изучать техники скорочтения. В процессе обучения обнаружился ряд пробелов образования. Я очень жалею, что в школе должным образом не выучила английский язык. Поэтому я возлагаю огромную надежду на эти курсы. Считаю эти курсы продуктивными и хочу усовершенствовать свои интеллектуальные способности. Я считаю, что учиться никогда не поздно. Это действительно так. Учиться никогда не поздно. И сегодня в универсальном формате мы это как раз и доказываем. Как мы узнали, что в школе скорочтения и развития памяти присутствуют не только дети, но и взрослые. Мы поговорим еще о курсе для взрослых, но пока хочу адресовать свой вопрос к Елене. Знаю, что вы прошли как раз курс для взрослых в школе, но вместе со своим сыном. Рассказывайте, что дало вам это и помогло ли сыну в учебе. Да, изначально я сына привела на вводные занятия. Сама как бы не планировала заниматься. И на первом же занятии были такие интересные задания на логику, на мышление, которые, кажется, на первый взгляд вообще невозможно выполнить. Я заинтересовалась и решила, что да, я тоже хочу усовершенствовать свои, в общем... Саморазвиться. Саморазвитие, да. Какой курс прошли? Ну, курс скорочтения. Скорочтение, да. И хочу сказать, что, да, информация стала легче усваиваться, гораздо больше этой информации можно за более короткий период времени получить. Период времени, да, получить. Гораздо больше информации. Лучше запоминать стало, ну, материал определенный, да. А потом, ну, естественно, читать стало гораздо быстрее. Вот. Кирилл тоже с удовольствием ходил на занятия. Я хочу сказать, что, наверное, это послушало большим толчком для него. Ну, в учебе он, во-первых, стал больше читать, лучше запоминать, свои мысли излагать стал красиво и четко. Вот. Потом, ну, вы сказали, что больше читать. На самом деле, мне кажется, вот заставить, к сожалению, заставить ребенка читать, это некоторым бывает трудно. Не все люди, не все дети любят читать. На самом деле, по себе могу сказать, сейчас люблю читать в детстве. Ненавидела, можно сказать. Вот как вообще, возможно ли ребенка приучить к чению, чтобы он полюбил чтение именно? Ну, тут очень многое зависит, скажем так, сначала. Давайте начнем сначала. Нужно ребенка научить читать правильно. К сожалению, наши дети, которых мы учим читать, они смотрят на буквы, и за этими буквами, к сожалению, ничего, кроме этих букв, они не видят, не видят картинки. Они должны видеть, представлять каждый персонаж, у них персонаж должен жить своей жизнью. Но так как у нас очень часто не работает правое полушарие, которое у нас просто не развивается, конечно же, воображение в этом случае у нас не работает. И ребенку очень тяжело в таком случае научиться читать. И, конечно же, мы нашими упражнениями заставляем работать два полушария головного мозга. И ребенок начинает потихонечку представлять, мы начинаем обсуждать каждого героя. Причем, когда детки приходят маленькие, естественно, если мы берем их, мы их начинаем учить сразу читать правильно. Когда детки приходят старше, это либо школьники, которые уже умеют читать, но читают медленно, или подростки, которые, к сожалению, читают так же, как дети в начальной школе, к сожалению. А перерабатывать им нужно огромный объем информации. Приходят, читают 60, 80, ну, 100 слов в минуту. Редко, к сожалению. С вами так было как раз. Вы с этой проблемой. Не со мной, а с сыном. Я поняла. Редко так бывает. К сожалению, при норме чтения, там, 180 слов, это такая хорошая норма взрослого человека, дети у нас так не читают. И, конечно же, мы начинаем им давать различные методики, и они смотрят на нас огромными глазами и говорят, боже мой, мы научились читать. И, конечно, вот этот объем информации, который они раньше читали, час, теперь они читают за 20 минут, за 30 минут, кто-то меньше, кто-то больше, а взрослые читают это за несколько минут. Конечно же, они начинают понимать, что, о, мы полюбили читать, мы можем это делать. И даже если они это не любят, они просто это делают, и делают хорошо, они все это запоминают. Ведь очень часто у нас ребенок читает, и как белый лист, ничего не помню. Да, хочу сказать, гораздо быстрее стал делать домашнее задание. То есть, если раньше я на это уходил 3 часа, то сейчас за полчаса информация гораздо быстрее усваивается. В каком классе, Кирилл? В восьмом. В восьмом классе? Да. Ну, слушайте, действительно, мне кажется, потому что многие бесконечные параграфы, бесконечные какие-то пересказы и так далее, все это надо прочитать, это действительно выходило очень много времени. Я имею в виду такие гуманитарные приметы, как история, да, не знаю, какие-то такие качества знаний, биологии, которые необходимо прочитать, действительно, и запомнить, вот, и уходит много времени. С пониманием, как правильно читать, мне кажется, действительно, можно быстрее и не нужно было перечитывать. Интересно проявляется. Потому что сразу, наверное, запоминаешь с первого раза все. Правильно? Да. Хорошо. Ну, мы сейчас как раз видим занятия. Еще расскажите, что это за занятия у нас? Это занятия у нас в мини-группе. Дети тоже у нас подготовка к школе, дети идут в первый класс. До этого они у нас выполняли упражнения на гармонизацию работы полушария, где они работали двумя руками. И сейчас они выполняют задания на внимание. Это очень важные задания именно для чтения. В силу того, что когда мы работаем двумя руками, дети у нас два полушария одновременно развивают. Когда мы работаем на внимание, конечно же, тут это как раз умение непосредственно вычленить тот элемент, который нам нужен за короткий промежуток времени. Ну, и нагляднообразная память перед нами, где нужно запомнить все фигурки, тоже желательно их представить, желательно запомнить их именно так, как они есть. И если возможно, подключить воображение при выполнении этого задания, чтобы представить. Ну, вот тут мы каждый раз с детками проговариваем, допустим, какое-то яичко, например. Или бывает у нас, когда три кружочка рядышком разноцветных, мы говорим гусеничка. На что похоже? Спрашиваем машинка. Помните, Елена? Я помню. Помните, мы развиваем воображение. Обязательно. Это очень важный элемент. Слушайте, ну это очень интересно, действительно. Хорошо, про детей разобрались. Но про курсы для взрослых я предлагаю немножечко потщательнее об этом поговорить. Кто нам расскажет про курсы для взрослых? Что включает эти курсы для себя? Кого ждете? С какого возраста? Может, есть какие-то ограничения? Значит, как уже говорила Арина Александровна, курсы для взрослых у нас проходят для детей от 14-15 лет. Смотрим, в принципе, по технике чтения, по тому, как ориентирован ременок, как он может. Дети очень разные, на самом деле, в этом возрасте. И, соответственно, все возрастают. У нас старшеклассники, получается, студенты, специалисты, руководители, которые, значит, задача основная – развить обязательно память. Это все виды памяти. И нагляднообразная память, и просто зрительная память, и, соответственно, моторная память. Обязательно слуховая память, потому что большое количество информации мы на слух воспринимаем и дети в школе, потому что очень часто мы слышим, ну что ж, такое в одно ухо влетело, в другое вылетело. И студенты на лекциях, соответственно. Естественно, слуховой анализатор работает в этом случае. Кроме развития памяти, это обязательно умение работать с текстом, обязательно правильно работать с текстом, уметь вычленить важную информацию, пометить ее, запомнить. И потом, когда, если вдруг нужно еще раз обратиться к этой информации в считанные секунды, воспроизвести эту информацию, просто посмотрев отрыв книжку, запомнив, где был какой элемент и как правильно это должно смотреться, должно выглядеть. Очень много заданий на логику, на внимание, в силу того, что наша задача основная заставить мозг работать очень быстро, очень быстро принимать правильные решения, очень быстро выработать реакцию. Это очень важно и для сегодняшних специалистов, которые берут у нас на работу, и для студентов, которым нужно очень много информации переработать, но и для наших старшеклассников, потому что сегодня, Маша не даст обрать, по-моему, нужно лететь в космос, чтобы закончить 11 класс и поступить в университет. Мне кажется, некоторые вещи, которые сейчас наши телевизорители воспринимают, кажется, что ну как так, развивать память? Ну память и так вроде бы есть, да, вроде бы ничего не забываю. Но на самом деле, вот если такую тонкость, я лично себя узнаю, вот что вы говорите, действительно я себя узнаю. Я понимаю то, что где-то что-то забывается, где-то что-то в одно ухо влетело, до кабинета дошла, вылетело. И, наверное, вот как раз вот в таких, в обычной жизни даже, такие умения и навыки, они могут пригодиться. Правильно? Конечно. Хорошо. Ну что ж, у нас остается не так много времени до конца эфира. Давайте с вами проговорим, подытожим. Школа скорочтения и развития памяти принимает детей от 5 лет, соответственно, и взрослых. У нас есть несколько различных методик. Это у нас подготовка к школе. Программа для детей школьного возраста, это вундеркинд. Программа для детей подросткового техника чтения и развития памяти и скорочтения и развития памяти и управления информацией. А курс длится? Курс длится от 6 месяцев до 12, как уже говорила Арина Александровна. Меньше курсов у нас не имеет. И бывают иногда у нас интенсивные занятия в летний период времени, когда у детей нет возможности пройти длинные занятия. Значит, мы предлагаем в летний промежуток времени, когда дети свободны. Провести, собственно говоря, каникулы с пользой. И необходимо появляться на занятиях не менее двух раз в неделю. Не менее двух раз в неделю, потому что иначе не будет результата. Также очень важно добавить, что школа, которая открывается, филиал, которая открывается, должна обязательно, эта информация, скорее, наверное, для родителей, иметь патент на работу. Вы видите, здесь мы взяли с собой свидетельство. Да, у нас действительно очень много благодарности. Елена Юрьевна, что за свидетельство? Напомните, пожалуйста. Недавно Лидия Львовна участвовала у нас в конкурсе, который называется «ГЕМА. Лучшие товары и услуги. Международный конкурс». И выиграла этот конкурс. Собственно говоря, как всегда. Мы видим на столе, сколько грамот, дипломов, свидетельств, сертификатов. Это свидетельство Елены Юрьевны. Елена Юрьевна. У нас еще предпосена большая папка отзывов. Можно, пожалуйста, нам показать буквально под конец эфира? Да, не все ученики заканчивают курс. Мы его даем только под конец курса, когда вы закончили полностью программу, когда мы можем отвечать за результаты, потому что за каждого ученика мы отвечаем. Вот смотрите, сколько отзывов, я уверена, положительных, от ваших учеников, которые прошли курсы, которые ощутили на себе результаты. Правильно? У нас чаще всего обучаются семейно, поэтому... Хорошо. Что ж, спасибо, что были у нас в студии. Ну, я думаю, всю информацию для себя, дорогие телезрители, вы нашли на наших экранах. До свидания. С вами была программа «Универсальный формат». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова